В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квирине Сирию. И пошли все записываться каждый свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обреченной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава Вышне к Богу и на земле мир, в человеках благоволения. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Ефреем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце си. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, каким сказано было. 14 стих повторим. Слава Вышне Богу и на земле мир, в человеках благоволения. Это Евангелие от Луки, который не был очевидцем ни одного события этого. Он об этом и говорит. Он не входит в число 12 апостолов, но он многих расспрашивал, кто тогда был. И получилось, что у него самое пространное разъяснение. А когда видел человек, я был там, видел. А другой расспрашивает тех, кто видел. Может, всех апостолов. Божья Матерь спрашивал. И вот здесь самое спорное. Пришел ангел, и они испугались. Сказал, посмотрите. Пошли, посмотрели, убедились, вернулись. А тут не ангел, а ангелы воспевают. Слава Вышне Богу, на земле мир, в человеках благоволения. Каждое слово сегодня опровергается жизнью. Со смертью Христа, воскресенье из мертвых, это Евангелие было написано через 15 лет. Вот, как-то попробуйте. Неделя пройдет, среди недели. Ну, такой-то день. Неделю назад запишите, что было. Я веду дневник все время, в 70 с ищем лет. Если один день не запишу, сижу, думаю, думаю, что же у меня вчера было. То все похоже, однако. А это нет. Дух Святой нашел на него. И он написал это. И ангельскую речь сохранил. А может, не было, нет, было. Это Слово Божие. Уже это вошло в канун церкви. Слава Вышне Богу. Вот много задают вопросов сегодня. Такая система интернета. Вот, где Бог этот ваш? Вот, сколько детей погибает во время войн и везде? Я говорю, а почему Вы не говорите, сколько убито внутри матери? Только за перестройку в Российской Федерации насчитывают сегодня 120 миллионов абортов. Это государство внутри захлебывается кровью. А почему не говорите? Ну и это. Тогда да, соглашаются. Я говорю, а сколько событий произошло за это время? На земле мир. Мир был хоть один день. Где-то. А Господь и не говорил, что я принес мир. Он говорит, я принес меч. И отныне делятся двое на трое. Мать против дочери, против снохи, отец против сына. И непрерывная война. И при том это все идет от умещения Христова. Там жили мирно. Я занимаюсь этим делом. Встречаюсь с разными людьми. И говорит, у нас такой мир был, покой. Пока не обратилась дочка. И стала по-своему тут все делать. То не так это ей. Ну и о постах заговорила. О церкви. И оказалось, что мы все на другой стороне. Мы ее любим и хорошая. А мира никакого не стало. Учили мы для чего ее. Она не хочет работать теперь, где она думала раньше работать. И так по каждому вопросу. У нас вопросов таких сколько возникает? Сколько событий было за это время? Я говорю о наработках. Лично своих уже. Я наконец исследую. Все это нашел. Нужно ставить четыре вопроса. Первый вопрос. Ну любой, допустим, решил переехать. Или решил дочь выдать замуж. Ну что-то еще. Работу поменять. Первый вопрос тебе ставь. Я что ищу? Временного или вечного? Небесного или земного? Это один вопрос. Ну можно же это обдумать-то. Второй вопрос. Что об этом говорит Святая Библия? От корки до корки. Не знаешь? Кого-то спроси. Скажи у меня вот такое дело. Что там написано? Третий вопрос. Что об этом вопросе говорит моя совесть? Надо себя очень хорошо знать. И четвертый вопрос. Не подам ли этим решением вопроса соблазн кому-то? Четыре вопроса. И таких уже не миллионы, наверное, было. У каждого человека их тысячи. Миллиарды вопросов было. Кто решал по этим вопросам? Даже не знаю. Я знаю только времена апостольских и жития святых. Когда им касалось чего-то выбрать, они выбирали небо. Им вопрос был предложен. Что изберешь? Губернатор сложил губернаторство. Надел на себя что-то и пошел. Вот сегодня самый простенький человек, вы скажете, а почему это я? Сразу услышали, начинает, а ты ему сказал, а он обиделся. Вот представьте, молодой офицер, сын богатых родителей. У него перспективная такая жизнь. Он закончил высшее учебное заведение по-нашему. Все. Приходит время, Господь его коснулся. Он пришел к настоятелю, а настоятель посмотрел на лицо и видит, у него играет там кто-то на лице. Мы не умеем даже эти слова выразить, как. И он говорит, ты не годен для монашества, но вы меня испытайте. Он видит, что этот человек хороший, все, но боится, когда о нем плохо скажут. Родственники могут восстать и бывает такое. Он говорит, а теперь ты, который ходит в монастырь, каждому говорит, помолитесь обо мне грешном. Я бесноватый. И в землю поклонись. Он постоянно полдня вначале. Как это так? Тут идут люди с этого города, где меня хорошо знают. Я вдруг бесноватый. Но другое дело, не все знаю, но бесноватый. Меня спрашивает тогда нечего. Проходит год, два, три настоятель спрашивает. Уже семь лет. Ну как он говорит? Это не выскажи, сколько людей через него покаялось. Он этих бесов вызвал, которых такое что-то теплилось. И он падал со слезами, просил. Да как если он бесноватый? А я-то кто? Я трижды бесноватый. Он без проповеди обращал людей. Настоятель говорит. Я слышу добрые вещи. Ты будешь на другой должности сейчас. Может там в поварне, там варить где-то. Он говорит. Я прошу, оставь меня еще немного. Меня Господь отзовет через три дня. Ему Бог открыл. А рядом товарищ, с которым все время, когда он у него был, он его получал. Грамотный человек. И товарищ, он сказал, ты хочешь со мной быть? Не уходи далеко. Средь за мной, ты придешь. Он буквально через день его забрал Господь. Вот пример. Это я там нахожусь. На сегодня это мы буквально найти невозможно. Я по порядку разбираю эти слова. Слава Вышних Богу. Вышних. А на земле? Ни слова не сказано. Ангелы остались. Да, которые до этого было так. Люди воевали, а на небе Бога славили ангелы. Да, слава Вышних Богу. Связано с рождением? Зачем бы ангелы говорили, если не было связано? Понимаете, мы когда погрузимся в глубину божественной мысли, мы растерянные стоим. Господи, да ничего же не изменилось. Как воевали, воюют. Да мало того, еще больше недостатков у людей образовалось. На испыта не ходили, все шло нормально. А пошел, такое, говорит, из меня полезло. Вот это место. Слава Вышней Богу. Я нашел, что нужно за все Бога славить. Как ангелы. Раз там слава, я должен мысленно подняться туда. Итак, будьте святы, как я свят. Господь к этому призывает. За что? За все. Слава Богу. Ангелы за все славят. За все. Вот у Вас, если есть какие-то вопросы, Вы их приготовьте мне. И будут занятия, Вы мне задайте вопросы эти. Скажите, ну неужели за это славить Бога? Ну за потоп. Невинные дети. Погибла вся земля. Златоуст говорит, прославь Бога. Самая легкая смерть, это захлебнуть с собой. Поперкнулся, на дно пошел. А самое тяжелое от голода. Вот это все имейте здесь в виду. И Бог показал свою милость. Люди отступили от Бога. Написано, расслилась земля. Земля не может расслиться. Это означает, люди превратились в землю ходячую, в грязь. Это все здесь. Слава Вышнему Богу. За что? А то вот подумай. Вот мы находимся на земле. Ты знаешь, что сейчас над нами падают метеориты, когда сверкают где-то. Но они не доходят с земли. В плотные слои атмосферы, входя, они сгорают. Так что все сгорают? Ну если упадет здесь, то мало не покажется. Вон в Сибири, который упал. Сколько лесу повалено? И по сегодняшней день не следует. Больше ста лет назад это было. Итак. А у Бога вымерено. Вот на земле, если бы процентов было здесь не 18 кислорода, а 25, земля бы вспыхла и сгорела. Я так говорю цифры. А если было бы меньше-меньше, жизни не было. Кто этот процент установил? Сколько водорода должно быть? Ты сам вот посмотри. Я люблю вот это. Ну а ты думаешь или нет, что любишь, дальше это идет только через гортань, а дальше это перерабатывается все. Если мать кормящая, превратится в молоко. Если молодой, волосы вырастут из этой же самой пищи. Это все Бог делает. Это так же и у скотина. Она пасется на поле, превратится в молоко. Я одно время этим занялся, как один писатель пишет. Больше всего в Скандинавии, видимо, в Финляндии занимались этим. Сепараты разные. Ну и все исследовали. 96 элементов находятся в молоке. Это единственный продукт на земле, который усваивается без желудка, если он даже полностью вырезан. Но можно сделать? Можно. До процента. Но молоко было зеленое. Они даже белым не могли машиной его сделать. И кроме того, опытные, которые животные были, все пропали. Стали чуть-чуть добавлять отсюда обратно, все остались живы. Это мы даже знать не знаем, каким чудом мы окружены везде. Слава Вышних. Пусть она дойдет, слава, туда. За то, что нам дал Господь знание, букву можем слагать во фразы. Кто-то придумал не Гутенберг, а Иван Федоров. И теперь печатают. И придумали бумагу делать какую. За все это прославь Бога. Кто-то составил это богослужение. Привручили пчел. И у нас чистые свечи. Ты за все, за все научись славить Бога. Слава Вышней Богу. А я вот воспитывал, а она вот такая. Прославь Бога, что еще не хуже. Это не последняя еще стадия. А может через это еще душа та и пойдет. Сегодня она, да, она ходила в церковь. Она любезная. Я ее видел. Прекрасная. Но где-то что-то. А вот это где-то что-то. Доверь Богу. Слава Вышней Богу. Когда она увидит, хребнет вот это. Что здесь сказать нельзя. Никто так не тронет ее, как она сама себя тронет. Я могла быть среди них. Среди верующих. Что со мной стало? Когда она дойдет до этого места и прославит Бога. Слава Вышней Богу. Там. Здесь я получаю, исследую, учу. Сейчас пишут такие вещи. Особенно вот. Вот только вчера мне скинули материал. Арестовали двух подполковников милиции. А они там следовательскую работу вели. И обоих посадили. И они говорят, теперь мы поняли, что такое невинным там быть. И какие мафии оказались. Вот эти квартиры. Уже на сотой квартире задержали только. Да умер кто-то. Нету никого. А в это время другие переделали. А я, имея опыт, сказал. Ставить судей в адвокаты нужно только искренне верующих людей. Имеющих страх Божий. Независимо от того. Мусульманин, буддист. Но чтобы он знал, что за это ему где-то там, за гробом придется отвечать. И он не пройдет эту ступень. Где ты лгал. Но сейчас, еще даже не знаю, выпустили или нет. Я вообще рассчитал на один раз, на другой. Без тебя считать нельзя. Такие добросовестные, добрые люди. Фотографии стоят. Посадили, сидят. И главное, посадил тот, который обвиняли. А там где-то, где-то что-то, видимо, дали. И ты прославь Бога за это. И меня бы, если не таскал Господь, не жал. Где нам надо? Я, может, таким бы и не был. Он может это сказать. Слава Вышнему Богу, а на земле мир. Его не было и нет этого мира. А мы скажем, мир там, вот пропели блаженство, блажены нищие духом. Блажены миротворцы. Ибо они наречены будут сынами Божьими. Это все только во Христе, в рожденном младенце. Слава будет подниматься ему, воскуриться, когда мы будем веровать в него. Он растет. Опыт мы взяли в это. Вот вчера мы слышали, считали об этом. Все во Христа креститесь, все во Христа облипоститесь. Это особо я постараюсь разъяснить. Почему крещенское оказалось на том месте. Это взвинутые события и местописания. И на земле мир. Мир там, где Бог. Мир там, где Господь. Никогда не думайте, вот нас мало, вот столько. Меня сегодня только про эту Украину задушили буквально. И звонят отовсюду, спрашивают. Ответ один. По Божьей милости. Сделайте это. Что нужно сделать? Уверовать. Сейчас из лавры там вытряхают православных, храмы отбирают. И что с ними делать? Она вот там с ножом кинулся. И показывают все это, снимают. Где-то слез не хватит. Я только на одно скажу. А когда униаты были, советская власть пришла в 45-й год, победили, их вытряхивали, выкидывали, а к патриархии пришлись. Почему вы это не говорите? Вот теперь и пришло равновесие у Бога. Надо до конца договаривать. Что раньше? Курица или солода? И ты увидишь, кто сначала первый это сделал. Мы несем свое. И мы будем благословены у Бога, если, скажем, Господи, мы были виноваты, поступали с другими неправильно. Дай нам этот мир. И мир на земле может остановиться, если мы это признаем. Мы отнимали. Это никто не скрывает. Открыто. Храмы отбирали у них, выбрасывали. Ну, они там признают папу над собой римского. Вот. И на земле мир. Где? Всюду. При любой погоде. Я говорю, воевать верующий не может убивать. Вот наши призвали, которые люди есть, но из других мест. Они, альтернативная основа называется, пошли. При вере, сами их нельзя взять, что не вере. Странно сказали, мы подали заявление, вот, да, мы видим. И над ними не стали делать насилие. Их определили, ну, на кухню там где-то, уже похвально, я говорю, грамота даже пришла. Почему? Бог делает. Мы показали, что спусковой крючок нажимать не будем. Мы не будем ни мусульман, ни кого убивать. Мы будем только просить у Бога мира. А что возможно, свидетельствую. Я в мусульманской стране был, отбывал. Сегодня это Казахстан был. Какие эти люди добрые, безобидные. Один я натолкнулся, думаю, а что им глубоко разговаривают? Он ничего не знает. Он вдруг мне вопрос задал, такой по Писанию. Я попятился. Он говорит, а Филёку когда отвергли? Ну, это не каждый священник даже знает-то. И мы с ним сразу сошлись. Вот как Бог делает. Надо прожить, чтобы увидеть, что мир везде. А как узнали мир? Следователь, который меня приговорил там кто-другой, принял крещение с полным погружением. Начальник тюрьмы меня сколько раз вызывал. Умер по-христиански. Это я знаю и об этом описал. Как это Бог? Моего там ничего нет. Но начальник тюрьмы меня непрерывно вызывал. Пройдёт дня 2-5, вызывает. Дорогой мой. Я вот ещё хочу узнать. Он дорогой мой был. И нужно было позвонить, чтобы мне сапоги принесли. Только быстро скажите, чтобы не успели зафиксировать. Он полностью на этой стороне стал. Почему? Бог. Молитва. За меня все молились отовсюду. Где только? Ну, не было, конечно, тогда такой. Большой интернетной группы. Но люди знали. И везде молились. И на земле мир. А где он должен? Мир трёх слоёв. Первый. Мир самим с собой. Я вот это сделал. А душа так свербит. Ну, что же я это сделал? Сказал. Да зачем же сказал-то? Почему не промолчал? Вот. Мир с собой найди. Вернись опять тогда. Пройди по-другому. Перед Богом. Господь увидит. Второе. Мир с Богом. Восстановить. Только через Христа. Только через Его голгофскую жертву. Я снова 14 мест принёс сегодня. И остановился на том, что считать пока не буду. Вот. До конца уже всё. Доведу второй раз. И не могу до конца одну проповедь сказать. Почему? Она слишком обширна. Мир даёт Бог. А мир с Богом. Он умер за нас, Христос. Вот. Он родился в ясле. И матери говорит. Оружие пронзит душу. Когда Симён её встретил. Она будет стоять у креста. И будет плакать и молиться. И как Господь дальше всё устроит. Не просто Его распяли. А распяли за Меня. Я Его распял своими грехами. Я должен дойти до этого состояния. И мир, который должны мы иметь с этим миром. Мир безбожный. Люди не знают. А как установить мир? Свидетельством. Свидетельство может быть такое. Когда в окноменной обстановке этого может даже и не быть. Я просто показываю вас пример. Когда идёте, видите. Двухэтажный дом стоял здесь. Смели. Разровняли. А было? Нельзя было окно открыть. Какие шумы шли. Ещё летом вот прошедшим говорили. Тут его уже освободили. И тут кто неизвестно. Тут они пожар устроят. Господь всё сделал как надо. Вот здесь, которые на наше место уже посягали. Стали говорить. Ну, я сразу обратился к мэру города. Оттуда ответ пришёл. Никто не. А кто ещё хотел? Вот оно рядом тут. Красное здание двухэтажное. Ну, вернулся осенью. А его нет. Он помер. Как у Бога всё это сделано. Как у Него высчитано. Почему? Мы немощные люди. Ну, вытряхни отсюда. Куда? И Господь ограничивает. И покажет. Поэтому всё время молитесь за мир, который Бог дал нам с окрестным. Вот новый сосед сейчас. Тут все умерли. Один пил, он ноги отморозил, отрезали. Тоже умер. И эти были, и эти, и везде мирные люди у нас. Это мир даёт. Мы никого сюда не зовём. Соседи. Евангелие раздавали. И в человеках благоволение. Это третья ступень. В человеках ангелы поют. День и ночь воспевают. Там написано, ангелы это воспели. Но в человеках благоволение. Благое намерение. Настроение. Пожелание. Добра. В человеках благоволение. Ищите таких людей. Вот я просто делюсь тем, что сегодня только ночью мне скинуло одну, где-то там сказали. Она была против. И семь лет, говорит, смотрю, и сейчас мы ничего больше не смотрим. Только на вас где. В другом месте. Учится человек, близкий нам в семинаре. И Бог располагает. Который руководит. Он говорит, а я их каналы всё время смотрю. И сразу подружились. Через интернет. В человеках благоволение. Через них и они молятся о нас. Итак, Господи, кто к нам благоволит, благослови. Кто враждебен, благослови, усмири. И покажи, что я должен сделать. Повторим, что сказал не ангел, а ангелы. Мы воспели слава выше их Богу за всё, что есть, видимое и невидимое. И на земле мир и в человеках благоволение для того, чтобы выбрать свободное время и славить Господа от юных лет, от младенчества до последнего вздоха. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Господи.